Все реализуемые проекты на территории нашего округа так или иначе связаны с партийной линией. На всех уровнях власти законодательные инициативы поддерживаются Единой России, как партии большинства. Секретарь местного отделения, а ныне депутат Государственной Думы Геннадий Панин, доложил о проектах, реализованных с момента объединения в 2019 году двух отделений – Орехово-Зуевского и Ликино-Дулевского. Строительство парка Победы, набережные реки Клязьма, парков Ликино-Дулева и Дрезне, реконструкция стадиона «Знамя труда», реставрация Зимнего театра, капитальный ремонт ДК имени Пушкина Куровской музыкальной школы, решение вопроса с долгостроями, детским садом в городе Куровское и Фокой Южной в Дрезне, строительство Демиховской ДШИ, двух пристроек к школам и новой школы в городе Ликино-Дулева. Это самые громкие проекты двух лет. Детей 21 века в будущей профессии нужно готовить не только с помощью учебников и теоретических знаний, они хотят видеть воочию физические и химические законы, изучать эти технологии, пробовать работать с современными квадрокоптерами и 3D-принтерами. В этом году мы открываем еще пять центров точка роста по президентскому проекту в Дрезненской школе, Кабановской школе, Куровской гимназии, Куровской школе номер один, Ликино-Дулевской школе номер пять. В этом году строительство Ледового дворца в Орехово-Зуеве, школа на 550 мест на улице Красина, открытие сосудистого центра, реконструкция стадиона «Русич», два капитальных ремонта школ, а также строительство дорог, тротуаров, народных троп и благоустройство дворов. Так или иначе, все проекты проходят под флагами с «Медведем». Сейчас мы одна из крупнейших в Московской области по численности партийных организаций, и сегодня наша задача – подвести итоги тому, что сделано за эти годы, определить те задачи, которые первостепенные для нашей дальнейшей работы. Задач много, конференция важная, поэтому мы возлагаем большие надежды на то, что эта конференция четко наметит пути нашей дальнейшей работы. По традиции на конференции были вручены партийные билеты новым членам, а также благодарственными письмами Государственный и Московской областной дум были награждены члены партии. Затем единороссы приступили к процедуре тайного голосования по выбору нового состава политического совета местного отделения. Он обновился на 40%. В него вошли педагоги, медицинские работники, представители бизнеса и молодежных организаций. Молодая гвардия «Единой России» – молодое крыло партии и ближайший ее резерв, поэтому старшие коллеги поддерживают инициативы молодых активистов. Театральный двор – это проект местного отделения молодой гвардии «Единой России». В 2020 году был выигран грант Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» на сумму 200 тысяч рублей. Также мы выиграли премию губернатора Московской области на миллион рублей. Вся эта сумма у нас ушла на создание серии театральных постановок в городах и деревнях Орехово-Зуевского городского округа. Не обошлось без поддержки партии, это наши депутаты, это и административно-технический ресурс. Впервые членом политсовета стал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Загловацкий. На должность секретаря, иначе говоря, руководителя местного отделения партии, избран депутат Государственной Думы Геннадий Панин.